Всем привет! С вами Виктор Тарануха и я расскажу самые интересные новости за последнюю неделю из мира Лиги Легенд. Ну что, достаточно накопили синей эссенции за последние полгода? Надеюсь, что да! Ведь открылся храм синей эссенции, в котором можно приобрести иконки, самоцветы и рекалоры. Закроется храм 2 декабря. К слову, 1 декабря не выйдет новый патч. Он задержится на неделю до 8 числа. Причиной стал североамериканский праздник День Благодарения, отмечаемый в 4-й четверг ноября. Ну а в следующем патче, помимо прочих изменений, скорее всего, выйдет и обновление эффектов Варуса. Все его умения прибавят в яркости и станут детальнее. Изменения затронут как классический образ, так и все 9 скинов. Скажите, что может быть лучше, чем играть в Лигу? Ответ простой. Играть в Лигу и получать награды! А получать их можно на гейм-арене, где игроки участвуют в небольших турнирах и челленджах. Например, нанести больше всего урона башням или получить больше всего ассистов. Причем за все это вы получите аренум, который можно потратить на сундуки со скинами, иконками и ключами. А если оформить карту Альфа-банка, партнера гейм-арены, то получишь сразу 3 сундука. И еще 3 сундука и премиум на месяц, если получишь пластиковую карту. А также откроется доступ к турнирам Альфа-кап с самыми вкусными призами. Но если и этого окажется недостаточно, то можешь присоединиться к реферальной системе. И за каждого нового владельца Альфа-карты получишь еще по 3 подарочных сундука. И это еще не все. На днях стартовал розыгрыш, где можно выиграть Apple Watch, AirPods и SSD диск Kingston на 480 гигов. Так что хватит играть просто так. Залетай по ссылке в описании, участвуй в турнирах и получай награды от Альфа-банк и гейм-арена. В прошлом выпуске мы пообещали сделать небольшую рецензию на свежевышедший Ruined King. Но основательно поиграть и все изучить нам не удалось. Однако, судя по Steam, игра собрала очень положительные отзывы с одобрением в 84%. Hextech Mayhem же свои первые дни начал со смешанных отзывов. Но спустя время число положительных оценок поднялось с 60 до почти 80%. Основное негодование игроков было связано с неудобным управлением и багами. Но спустя неделю разработчикам удалось устранить неполадки и добавить возможность настраивать управление. Разработчики пообещали в скором времени все пофиксить и добавить возможность назначить свои клавиши управления. А в остальном, игра довольно забавная, но вместе с тем и хардкорная. Да, пройдя несколько раз первый уровень и получив ранг мастера, создается впечатление, что все легче простого. Но уже на втором-третьем уровне игра сбивает спесь с звонкой пощечиной. Если хочешь получать хотя бы стабильную платину, готовься сжигать нервы и калории. А чтобы прыгнуть до чалика, потребуется выполнить все скрытые трюки. Но эта задача посильна лишь самым отбитым мастерам ОСУ. Два брата, Том и Тони, подробнее рассказали о разработке файтинга под кодовым названием Project L. Если честно, мы ничего не понимаем в файтингах, но, судя по всему, любители этого жанра в восторге от услышанного и увиденного. Они утверждают, что наконец-то хоть кто-то понял, чего хотят игроки. У Project L будет простое управление, но при этом широкие возможности для комбинаций. Одна из основных фишек игры заключается в том, что это парный файтинг, то есть нужно будет выбирать сразу два чемпиона. Также фанаты файтингов надеются, что разработчикам удастся сделать хороший неткод для игры по сети и развить киберспортивную составляющую, чем славится Riot Games. Также вышло видео от разработчиков Hytale. Ничего конкретного нам не показали, но дали понять, что они живы и работают над проектом. Hytale – это Майнкрафт на максималках с RPG-элементами. Игра была анонсирована еще в 2018 году, а после студию разработчика Hypixel приобрели Riot и установили дату релиза на 2021 год. Но летом разработчики сообщили, что считают свою игру все еще сырой, из-за чего она выйдет не ранее 2023-го. Возможно, создатели испугались повторить судьбу киберпанка, ну или всему виной решение сделать Hytale кроссплатформенной игрой, выпустив ее также на Андроиде и Плейстейшн. Вспоминая успех Майнкрафта и Roblox, в будущем Hytale вполне может переплюнуть лигу по числу активных игроков. При условии, что разработчикам удастся сделать все, о чем грезят фанаты, и интерес к проекту спустя очередные два года окончательно не угаснет. На фоне столь большого количества анонсов, один из старейших райотеров Триндамир, да именно в честь него назвали чемпиона, отметил, что Tencent по-прежнему дают полную свободу в принятии решений, как и было обещано в 2015 году. Более того, райот ни разу не прибегали к помощи капиталов китайского гиганта и развивают новые проекты исключительно за свой счет. А теперь время для нашей постоянной рубрики «Удивительные коллабы Riot», которая расцвела в период промо-компании Arkane. Magic the Gathering объявили о выходе двух коллекционных наборов из серии Secret Layer. В первом будут знакомые места из сериала, обозначающие пять типов земель карточной игры – равнина, остров, болото, гора и лес. А во втором наборе будет семь карт классических заклинаний с изображением известных нам героев. Так что, по сути, это просто скины. В продажу наборы поступят с 29 ноября и будут стоить от 30 до 40 долларов. А тем временем закончился мировой тур по шести городам выставки Arkane. И каждый раз она заканчивалась невероятным погромом от бунтарки Jinx, с каждым разом набирая обороты. В конечном итоге все дошло до того, что в Лос-Анджелесе, последнем городе тура, была даже разбитая и искрящаяся машина. Получился очень атмосферный перформанс с кучей занимательных деталей. Также в Лос-Анджелесе в рамках мероприятия Under City Nights Riot создали иммерсивное интерактивное шоу. Начиналось оно с открывающей сцены Arkane, где шли юные Вай и Jinx. Кстати, немного автопа. Один из пользователей Реддита сделал одно удивительно точное замечание. Riot создали столько коллабораций, но почему-то упустили из виду отличную возможность делать скин для Арама в виде моста, соединяющего пилтоверы Заун. Ранее карта уже преображалась в мост мясника в рамках билдж-вотерского события. И, по правде говоря, этот внешний вид мне нравится больше классического. Ну да ладно, вернемся к шоу. После Севика привели участников к закрытой двери с суровым охранником. Проведя тщательный фейс-контроль, он открыл массивную дверь, за которой скрывался бар «Последняя капля». Там участников ждала куча событий. Они прошлись по бару, посетили офис с Силкой и Синджетом, после их перехватила Вай, и они оказались в комнате с неоновыми граффити Jinx. Затем произошла драка Вай с охранником, речь Силка, рейв туса, внезапный рейд миротворцев и еще куча всего. В общем, очень увлекательное и атмосферное зрелище. Группа May 3, которая три месяца назад исполнила акапельную версию Warriors, в этот раз спели «Ост Аркейн». А пользователь Твича Андрей Чес равнил Аркейн с сериалом «Папины дочки». Некоторые назвали это кринжем, а мы, как вы могли заметить, жить без него не можем. Поэтому вот, Jinx – это пуговка. Вай – футболистка Женя. Место Силка занял бизнесмен Василий Федотов. Вандер – непосредственно папа Сергей Васнецов. А Клагар – Полежайкин, одноклассники сестричек. Вот и закончился последний акт первого сезона Аркейн. И можно с уверенностью сказать, что создатели не запороли сериал. Да, многих расстроила открытая концовка, но на самом деле это вполне себе точка. Точка в истории превращения Паудера в Jinx. Так что центральный сюжет сериала вполне себе завершен. Но и это не конец, ведь рай от объявили о выходе второго сезона. Хорошая новость. Ждать придется точно не шесть лет. Плохая – новый сезон выйдет не раньше 2023 года. То есть, через пару лет. Очень интересно посмотреть, что будет с сериалом к тому моменту. Станет ли он культовым или хайп уляжется, и Аркейн скатится на какое-нибудь почетное, но тихое место у подножия вершины. Как это было, например, с Аватаром Джеймса Кэмерона. Сейчас же сериал наращивает число оценок. И интересно, как долго продержится в топ-5 АМДБ и Кинопоисках, где сейчас обосновался на втором и четвертом местах в списках лучших сериалов. Вот, даже гений Кодзима отметил Аркейн в своем инстаграме. А это уже плюс один в карму создателей сериала. Пресса также дает хорошие оценки, в том числе и редакция сайта IGN, назвавшая Аркейн шедевром, открывшим новые горизонты. Но больше всего в той статье нас привлек опрос о самом полюбившемся персонаже. Лидером стала Джинкс. За нее проголосовала почти треть зрителей. На втором месте оказался Виктор, а за ним Вай. Мы провели такой же опрос в группе Шаркс, и оказалось, что у нашего зрителя предпочтения заметно отличаются. С огромным отрывом первое место занял Виктор. За него отдала голос чуть ли не половина участников. Второе место досталось Джинкс, а третье поделили Вай и Кейтлин. Также в СНГ заметно сильнее прониклись истории Силка. Его чаще всего отмечали в комментариях. Единственное, что объединило наш опрос с западным, это 3% Джейса. Вообще, одна из относительно частых претензий к сериалу заключается в том, что там слишком много сильных женских персонажей, а мужики с площадью фики, да и в целом их мало. И мы задались вопросом, так ли это на самом деле? Для этого мы составили вот такую табличку. На предельную точность не претендуем, но некоторое представление все же получить это поможет. Мы насчитали 15 женских персонажей и 21 мужских, попутно разделив их на 3 категории. Самодостаточные, то есть те, у кого есть свой взгляд на вещи и четкие принципы, умеренно самодостаточные и зависимые. Опять же, тут можно обсуждать и тасовать, но очевидно, что сильных мужских персонажей в сериале достаточно, и то, что их несколько меньше, чем женских, не делает сериал плохим. А что вы думаете по поводу персонажей Аркейн? Аркейн приводит много новых игроков в Лигу и другие игры по мотивам Рунтеры. Одним из таких игроков стал известный ютубер и стример Орк Подкастер, заядлый дотер, которому очень зашел сериал. Однако Орк столкнулся с тем, что на его стрим залетает много матерых игроков в Лигу, засыпая критикой его отыгрыш, что стирает удовольствие от стримов. Не надо так. Несмотря на это, от самой Лиги, по признанию Орка, он удовольствие вполне получает. И даже попробует дальше ее стримить. Ну а мы просим с пониманием относиться не только к первым шагам Орка в Лиге, но и ко всем новичкам, которые в игру приходят сейчас и придут в будущем. Сайт cybersports.ru опубликовал интервью с генеральным директором Riot, Николой Лораном, где он рассказал о процессе создания Аркейн. В статье не было особо новых откровений, но одна фраза взорвала комьюнити доты. В самом конце интервью его спросили о том, сказалось ли на Worlds параллельное проведение турнира по доте. И Лоран ответил, что на самом деле он даже не знал, что The International шел в одно время с Worlds. Думаю, он все же слукавил. Но зарево от подорванных пятых точек стояло прекрасное. Лоран также отметил, что в любом случае особо не переживал по этому поводу, поскольку лига значительнее популярнее доты. И просмотры Worlds от этого заметно могли упасть разве что в России. И это правда. СНГ для доты что-то вроде Китая для лиги. Россия и Украина составляют треть от всех игроков в доту. И за финалами на русской трансляции The International наблюдало более миллиона человек. Это почти половина от всех зрителей турнира. Без учета Китая. И в общем финал Инта показал отличные цифры. 2,7 миллиона в пике. В то время как Worlds не намного больше. 4. Но тут есть один нюанс. Аудитория лиги по некоторым подсчетам на 90% состоит из китайских игроков, что подтверждают свежие данные о просмотре финалов Worlds. За игрой DJ Damwon с учетом Китая и крупного региона Горены в пике смотрело 73 миллиона человек. И это на 60% превысило цифры прошлого года. Кстати, вот еще немного занимательной статистики. Если в доте СНГ составляет более 30% от всех игроков, то в лиге СНГ составляет 1,5%. А если учитывать Китай и Горену, это Вьетнам, Индонезия, Тайвань и так далее, то получится вообще около 0,1%. Таким образом, доля СНГ игроков в доту в 300 раз превышает долю СНГ игроков в лигу. И это делает многое яснее. На днях прошла киберспортивная премия eSports Awards. По ее итогам Riot Games были признаны киберспортивным издателем года. G2 стали победителями в номинации «Лучший киберспортивный видеоконтент», Кейдрелла назвали «Киберспортивным аналитиком года», а Шокс – «Киберспортивным ведущим года». А победителем в номинации «Киберспортивная игра года» стал Велорант. Хотя на первый взгляд более очевидными претендентами были те же Лига, Дота и даже CSGO. Но вероятно, поводом для награды стала серия турниров по Велоранту для девушек и смешанных команд. И раз уж речь зашла о Велоранте, то отметим, что 1 декабря стартует первый игровой турнир, Analog Worlds, под названием Велорант Чемпионс. И, как полагается, в честь этого Riot выпустили красивый анимационный клип. Также отметим, что одним из фаворитов турнира будет команда из СНГ – Гамбиты, которые в сентябре на другом международном турнире, сопоставимом с MSI, заняли первое место, забрав 225 тысяч долларов. Появилась информация о том, что два бывших игрока Unicorns of Love – Ананасик и Сандас – на весенний сплит присоединились к команде Falcons. Правда, это всего лишь второй дивизион испанской лиги. Но они вполне могут вывести команду в первый дивизион к летнему сплиту. Конкуренцию в этом им может составить Mighty Dragon, который сейчас вместе с командой Crypto и Sports квалифицируется во второй испанский дивизион. Более престижное место на эту весну намечалось у Номанза, который должен был попасть в первый дивизион французской лиги – та же лига, где будет играть Реклесс. Но что-то пошло не так, и он снова стал свободным агентом, в срочном порядке возобновив поиски. Учитывая, что никакой информации также нет о трояутах босса, не исключено, что ребята на весну вернутся в LCL. Но уже в ней Unicorns of Love, поскольку организация собрала состав. Однако анонса конкретных игроков еще не было. А вот у кого все стабильно, так это у Фейкера. Он продлил контракт с Т1, и его зарплата за следующий год должна стать еще больше, достигнув 7,1 миллиарда вон. Это около 6 миллионов долларов, 450 миллионов рублей или 71 жизнь по меркам игры в кальмара. Если что-то и может потягаться со стабильностью Фейкера, то это рубрика «Прикольные видосики». Умелая и везучая Лебланка – одна из самых фрустрирующих вещей, если ты находишься в противоположной команде. Субтитры создавал DimaTorzok Обе команды договорились прекратить вражду на 30-й минуте и решить спор в гонке. Проигравшая команда прописывает ФР. А сейчас Ноктюрн во всей красе продемонстрирует работу нового предмета для ассасинов. Пожалуй, Драктар можно считать отличным защитным предметом. У нас была одна пуля, темная жатва, мандат и небольшая, но весомая капелька воды. Такие дела. Спасибо за просмотр. Отдельное спасибо нашим спонсорам. Делитесь выпуском с друзьями и не забывайте про ссылки в описании. Хорошего дня и до скорых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok